Приветствую вас, продолжая мысль своего коллеги Александра Полискула, я бы хотел начать с того, что ваш вопрос поставлен изначально неверно. И внимание в своем вопросе, вы заостряете именно на самом гневе, хотя сам гнев, по сути дела, это не более чем следствие. А причина гнева кроется, конечно же, совсем другом. И тот факт, что вы не обращаете свое внимание на причину гнева, то есть вы не ставите вопрос так, что скрывается, например, за гневом. Говорит о том, что либо вы не нацелены на решение проблемы своей, либо вы не верите в то, что проблему можно решить. Либо вы, ну может быть, боитесь чего-то. То есть тут вариантов может быть несколько, но какой вариант именно ваш, понятное дело, что нужно выяснять. Что касается самого вашего вопроса, то ответ на него кроется в том, вот вы пишете, так было не всегда, то есть когда-то. Было по-другому, когда-то не было этого, когда-то это не происходило, да. И соответственно, если мы говорим опять же о профессиональной психотерапии, то нужно найти причину, то есть момент как бы с которого все это началось. То есть можно сколько угодно говорить о том, откуда гнев, что такое гнев и чем его, так сказать, едят. Вот, можно сколько угодно об этом говорить, но правда заключается в том, что необходимо определить именно вашу, именно вашу причину гнева. То есть именно у вас гнев, по какой причине появился, с какого момента, вот, именно это нужно сделать и только тогда будет реальная возможность, значит, вам помочь. Вот, только так и никак, иначе никак, никак по-другому. Все остальное это по большому счету, ну, просто, знаете, игра. Все это по большому счету просто игра и не более того. Вот, это нужно вам понимать. То есть нужно определить именно ваши причины того, что происходит. Именно ваши особенности, ваши индивидуальные обстоятельства. Вы по какой-то причине запрещаете себе, как и сказал вам мой коллега, вот, вы запрещаете себе проявлять свои чувства. И вряд ли произошло это случайно. То есть, скорее всего, скорее всего, это было всегда. То есть, вообще, всю вашу жизнь сознательно. Но, до поры до времени вам это не мешало. До поры до времени вас все устраивало. А теперь вот эмоции, чувства стали прорываться в виде нерависти и гнева. И если гнев – это потребность в отреагировании, то есть вам хочется отреагировать на что-то. Ну, на какие-то события, на какие-то происшествия в вашей жизни. Вот. То ненависть – это нечто совсем другое. Ненависть означает, что вас выбивают из зоны комфорта. Ненависть означает, что вы вот в этих вот людях, которые вызывают у вас, ну, негатив, да, ненависть, в этих людях вы видите угрозу. Угрозу для себя, для своего комфорта, для своего спокойствия и для своего равновесия. Вот. И, понятное дело, что это не просто так. У этого есть свои основания. И, понятное дело, что эти основания нужно найти, найти и исследовать. Вот. И, тогда, я полагаю, именно от гнева вы не избавитесь своего, потому что гнев – он нужен. Гнев – это защита, защитная реакция. Да? Вот. Именно от гнева вы не избавитесь. От него и не нужно избавляться. Но вы сможете раскрыть то, что стоит за ним. А, да? Ну, за гневом. Вы сможете раскрыть, что стоит за гневом. Вот. И, раскрыв то, что стоит за гневом, вы можете это реализовать, тем самым облегчив себе, ну, свою жизнь. Вот. Я полагаю, что это такая стратегия помощи вам. То есть, не просто запрос, да? Значит, на тему того, как мне избавиться от гнева, как мне подавить его. Не просто запрос. Вот. А именно, забота о себе, забота о своих чувствах. Вот. И тщательный анализ. Потому что гнев, опять же, он слеп. А гнев, ярость, ненависть слепы. Это чувства. Эмоции. Вам, вам же, вам же, судя по всему, не хватает анализа. Не хватает наблюдений. Не хватает, а, правильно сделанных выводов. Не хватает наблюдений. Сбора информации. А, не хватает, правильно, расставленных, а, фильтров, при работе с информацией. Вот. И я полагаю, что в этом вам, а, можно помочь. А, на это, конечно, уйдет, а, какое-то время. А, безусловно. Вот. Но. Но. А, результат будет таким, что вы сможете не испытывать гнев и добиваться, достичь, сможете достичь своей цели. Какую вы перед собой поставили, да, чтобы общаться с людьми вот так, как вы хотите. Ну, то есть, спокойно, да, без какого-то лишнего, лишнего негатива. Вот. Я полагаю, так. Я полагаю, так. На этом, в принципе, можно закончить мой ответ, потому что, еще раз повторю, вы говорите только и исключительно о следствиях того, что с вами произошло. То есть, о результатах вы говорите. Вот. Но вы не говорите о причинах. А, поскольку причины очень важны, вот, то в первую очередь нужно обсуждать причины. Но, я полагаю, я полагаю, что нет случайности в том, что вы стремитесь подавить свои эмоции. Нет случайности в этом. Это значит, что, в свою очередь, вы где-то это, подсмотрели у кого-то. То есть, где-то вы увидели, что так вот можно, ну, можно скрывать свои эмоции, можно скрывать свои чувства. Вот. Но не озаботились тем, чтобы их реализовывать, чтобы их выражать. Вот. Следствие чего, следствие чего, вы испытываете вот те проблемы, которые у вас есть сейчас. И я полагаю, что это приобретенное у вас, это приобретенное. То есть, это не просто так. И чтобы начать процесс, да, ну, процесс работы, было бы очень хорошо, если бы был выяснен, разобран, проанализирован источник. Информации, да, которая у вас есть. Мне кажется, что это очень важный момент, если мы хотим вам помочь. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать мне в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok